всем привет в эфире снова не новости уже совсем тепло а значит что скоро майские праздники куда поехать что делать и как пожарить самый вкусный шашлык узнаете прямо сейчас let's go сегодня в выпуске мы узнаем из чего состоят майские праздники раскроем секреты приготовления главного блюда мая подкинем пару вариантов куда можно пойти с друзьями когда погода просто шикарная а также соберем рюкзак на природу жене мельковского можно смело обрадовать ведь до мая уже рукой подать солнце сирень боевые прогулки вот что я думаю об этом весеннем месяце а с чем майские каникулы как вы уже поняли главное блюдо мая шашлык абсолютно в каждой семье есть батя который шарит об этом блюде от и до давайте же разберемся во всех этапах приготовления шашлыка все прекрасно знаю что шашлык начинается не жарки а с выбора мяса опытные повара говорят что лучше всего иметь свое хозяйство однако далеко не у всех есть такая возможность поэтому мясо стоит покупать на рынке или специализированном магазине здравствуйте помогите нам пожалуйста выбрать мясо для шашлыка баранина для шашлыка лучше корейка баранина на ребрышках это самая вкусная самая нерабочая самая мягкая часть баранины вот так вот рубите или режете или мы вам нарубим и будут вот такие вот краешки ну это вот с жирком конечно кто-то любит жирком кто-то любит побочнее но с жирком они вкуснее что выбор мяса сделан теперь нужно его замариновать чтобы сделать это правильно я решил обратиться к шеф-повару одного из лучших шашлычных кафе этого города как же мариновать шашлык про это я решил узнать у шеф-повара габила который занимается этим уже 30 лет он то точно знает как у суска мясо сделать кулинарный шедевр здравствуйте габил расскажите пожалуйста как же нам все таки правильно мариновать мясо мясо правильно мариновать в первую очередь надо свежее мясо покупать когда я покупаю центральный рынок мясо ежедневно мясо покупаю когда свежее мясо соль перец лук никакой без переправы я не добавляю на свежее мясо никакой переправы не надо а почему шашлык стоит жарить на шампурах нежели на вот сейчас скажу вот на шампурах когда мясо жарится мы когда шампур одеваем даже на стоян чуть-чуть пускаем все равно шампур тоже греется она внутри отдает жар дает мясо жарится хорошо свободно так жарится а когда решетка решетка и жмёт его она не так сочи не получается получается чуть-чуть суховато шампур и лучше она более свободно жарится как мы любим свободно и мясо тоже так или толкси если вы любите по свободно когда свободно жарится вкуснее и сочнее получается специалисты считают что шашлык это блюдо тюркских народов однако это неважно ведь дело не в названии тем более не в национальности дело в хорошей компании это не атлантик бич это урам парк он расположен под мостом миллениум и состоит из восьми зон скейт парка двух пам треков для опытных начинающих спортсменов площадка для воркаута и паркура стритбольного парка и и парка и тренинг зоны сотни посетителей включая самых маленьких гуляют катается на велосипедах самокатах и роликах вы уже убедились что это крутой парк тогда давайте узнаем сколько свободного времени здесь проводят посетители почти каждый день ну в основном до того как темно не станет час полтора день я провожу в парке часов 6 минимум как наверное часов восемь в неделю три дня в неделю все этого хватает вот вам отличная идея как круто провести майские выходные ева семянова ксения моисеева не новости на носу пикник это до сих пор не знаю что нужно чтобы накрыть поляну и устроить чил с друзьями погнали в магаз устроим тебе качественный закуп скорее хватай ручку с листочком или просто открывай заметки в телефоне слушай записывай что потом с легкостью чекать все по списку погнали в первую очередь вспомни что тебе нужно на чем-то сидеть поэтому прихватить с собой плед аэрозоль от клещей не будь свинкой пеппой прихвати мешки для мусора влажные сухие салфетки точно не помешают обгоревший нос не в моде приобрети крем от солнца никакого солнечного удара если кепка с собой одноразовая посуда а лучше возьми свою из дома фрукты и овощи но не забудь помыть их дома мангал для сочных шашлыков и про уголь не забудь бинт пластырь зеленка и перекись водорода на случай если что-то пойдет не по плану не забудь про развлечения такие такие и даже такие зонт или дождевик если погода захочет все испортить не стесняйся запастись водой ее много не бывает но самое главное это хорошее настроение без него пикник точно не получится ну что теперь ты точно запомнил что прихватить с собой на природу но если все-таки нет то переходим наш телеграм-канал там ты найдешь не только полный чек-лист но и всю жизнь новостей погода не очень да и черт с ней ведь у меня есть целый набор для пикника я отдохну вовремя ага вовремя а если гроза или ливень по лужам плыть тоже не айс ладно это шутка погода не будет радовать нас такими сюрпризами по крайней мере на этой неделе выходные будут солнечными но не слишком жаркими плюс 9 10 градусов по цельсию субботу пройдет небольшой дождик а вот в воскресенье можно начали прогуляться по баумана а вот на следующей неделе можно и на солнышке полежать прямо как львенок и черепаха из того самого советского мультика столбик термометра будет плавно подниматься от плюс 10 до плюс 16 градусов да да лето уже наступает нам на пятки так что пользуйтесь нашими советами собирайте друзей и с кайфом проводите майские праздники еще больше интересностей вы найдете в нашем телеграм-канале также подписывайтесь на канал универтв ставьте лайки и комментируйте это видео до встречи